всем доброго времени суток всем привет сегодня приготовим блинчики дрожжевые нам понадобится мука 200 грамм то есть я взяла стакан 250 граммовый набрала муки это 160 грамм и две ложки еще добавила получилось 200 грамм но я конечно взвесила на весах это я вам подсказываю как отвесить 200 грамм 2 ложки сахара это 50 грамм щепотку соли и 2 грамма ванилинчика я сразу положила в муку и чайную ложечку дрожжей то 6 грамм 2 яйца средних сюда добавим и пол литра молочка теплого подогретого сразу все не вливаем вливаем половиночку еще добавлю чтобы половинка была хотя бы и половинку мы оставляем и будем потом размешивать то есть густую массу я замесим как на оладьи потом будем разбавлять масло я волью 3-4 ложки это нормально это немного я влила 4 ложки столовых масла теперь размешаем вот это вот замесим как на оладьи такие вот жидкие получаются вот пить ни одного комочка теперь сюда добавим молоко и разбавим все и будет у нас отличное тесто для блинов выливаем все это и разбавляем вот так вот теперь смотрите ни одного комочка нету отлично теперь постоит час минут 10 мы сейчас накроем пленочкой сейчас болтаю накрою минут на десять дрожжи с немножечко распустятся ведь они дрожжи все поднились наверх так они еще не распустились час они распустятся потом еще раз перемешаем и так прошло минут десять дрожжи чуть постояли они немножко распустились теперь перемешиваем еще раз хорошо венчиком закрываем теперь накрываем полотенчиком духовку я всегда подогреваю где-то с минуточки отключаю теплую духовку на час отправим прошел час вот наше тесто блинное готово вот так полная чашка получилось теперь аккуратно открываем и вот этот час пену будем жарить прежде чем жарить такие блинчики вот эту пену убедитесь что у вас нормальная сковородка или же мы сейчас подготовим так для таких блинчиков мы будем сейчас брать сало кусочек натирать нашу сковородку и жарить наши блинчики так поехали на печку поставили сковородку она нагрелась хорошо берем кусочек сала и мы сейчас салом ее смажем вот так прям хорошо промазываем промазываем таким кусочком сала то есть сало жарится и сразу промазывается сковородочка вот так у меня сковородка отличная я показываю вам что делать чтобы вас снимались хорошо блинчики прежде чем говорить что у вас блинчики не снимаются писали мне кто-то там что по моему рецепту блинчики не снимаются вы убедитесь в своей сковородке потом уже будете писать не и так берем пену прямо смотрите у меня прям одна пена вот идет на сковородку и снимаются отличные блинчики если же у вас сковородка не очень хорошая, не совсем снимается хорошо, то вам придется вот эту пену хорошо размешать и жарить уже как нормальное тесто, то есть не пенное тесто, чтобы было. Вот разлили вот так вот, как блинчик обычный. И теперь я сейчас перемешаю, покажу, как размешанное тесто будет жариться. Вот смотрите, это моя сковородка, вот так вот жарится. Но если я еще раз повторяю, плохо жарить сковородка, натирайте ее салом, любым, соленым, свежим, не имеет значения, кусочек сала берете на вилочку и размазываете. Вот такие вот ажурные блинчики получаются, когда мы жарим, например, одну пену, вот так. Но так как у многих сковородки бывает, не позволяет вот такие блинчики жарить совсем одну пену, то тогда мы сейчас тесто размешаем и будем жарить как обычные блинчики, то есть без дырочек, скажем так. Мажем опять, натираем сковородку салом, вот так вот промазываем. Кому-то достаточно одну капельку масла, например, вылите на сковородку размазать, а кому-то и сало не помогает. Вот так вот бывает. Теперь вот я размешиваю, вот видите, блинчики, беру полоник теста такой тесто уже легче снимается но если еще раз говорю хорошая сковородка той пена пожарится поверьте как у меня спасибо лена голова на сковородочку потрусили вот таким вот образом этот блинчик мы смажем маслечком пока у нас 1 2 жарится вернее тоже так же чуть край приподняли как видите я руками сюда переворачиваем ведь мягкий очень блинчик нежный порвала рукой немножко пальцем гладила порвала блинчик ничего страшного сейчас при жарится снимаем и мажем обязательно сливочным маслом вот такие блинчики получаются масло сливочное не жалеем кто-то скажет очень сильно много масла и в тесто влили растительное масло и смазываем сливочным это блинчики они должны быть у нас масляные то есть плавать в масле сливочном теперь убираю салфеткой лишнее всего как видите ничем не смазываю наливаю тесто а нужно правда размешанная его разболтала и вылила к сковородку смотрите без ничего у меня сковородка моя жарит поэтому я говорю убедитесь всегда в своей сковородочке вот так как жарится как обычные блинчики вот такие тоненькие получаются вкусные блинчики вот так каждый блинчик я смазываю сливочным маслом масло я не жалею кто боится поправиться добро пожаловать на канал худеем с лёлькой я ссылку оставлю под видео в описании это канал для тех кто хочет похудеть реально там действительно блюда диетические ну а рецепт я оставлю под видео в описании а еще под видео в описании у нас есть ссылочка на наш семейный канал заходите подписывайтесь также есть ссылочка на instagram подписывайтесь всем спасибо за комментарии за лайки за ваши добрые пожелания ну и конечно же я всех поздравляю с масленицей ой при долине ой кускали ой брички тала я вода ой брички тала я вода ой брички тала я вода ты скажи ой ты скажи скажи калину о ты два И как попала ты сюда, ты скажи, скажи, Галимон, и как попала ты сюда. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok